В Сибири очень короткое лето, вот когда жаркое солнце, надо начать сезон. Пусть это будет март, апрель, май, июнь, неважно, надо ловить момент. На городском пляже Барнаула даже в будний день достаточно отдыхающих. Ловят солнце, окунаются в воду, заверяют, о безопасности думают. Мы просто в воду не заходим, то есть вот на берегу только. Они знают, что нельзя, но я смотрю за ними. Я стараюсь не заплывать далеко, ну и чтобы люди рядом были. Буйки на расстоянии 30 метров от берега. И пока это главное предостережение для всех желающих купаться. Заплывать за них небезопасно. В такое пекло мало кто вспомнит, что официально купальный сезон еще не открыт. Поэтому спасателей еще нет. Жизнь отдыхающих в руках самих отдыхающих. И рисковать не стоит. Вот все прекрасно, отдыхать, пляж хорошо, все замечательные условия, конечно, бы создавались получше. Ну и желательно бы открывать его немножко пораньше, потому что сейчас такая жара, июнь месяц, и ребятишки, и все. Разность температур при вхождении человека в воду может негативно повлиять на организм. Возможно, разные исходы этой ситуации, это самое распространенное, это судороги, что реже бывает, остановка сердечной мышцы и так далее. Спасатели предупреждают, на воде нужно быть очень внимательными, особенно с детьми. Официальное открытие купального сезона будет в эти выходные, но некоторые предпочитают не ждать. И не все даже едут на берег водоема, а выбирают берег пруда. В парке Изумрудный каждый день массовый детский заплыв, однако водоем для этого не предназначен. У нас охрана работает, есть договор с ЧОПом о том, чтобы еще дополнительно охранять вот эту территорию, но, к сожалению, остановить полностью купание не получается, потому что стоит только уйти охраннику, либо представители администрации парка, дети опять запрыгивают и, к сожалению, они сами, ни их родители, что самое важное, не понимают, насколько это опасно. Глубина пруда полтора метра. Немного, но и они могут стать роковыми. Кстати, все сопровождающие детей от комментариев отказались, но добавили, купаться больше негде, а большинство детворы в воде без разрешения родителей. Ну, купаться вот тут вообще не разрешают, а так везде можно. А ты понимаешь, что здесь опасно купаться, здесь не спасатели, никого нету, мало ли что может случиться? Ну, как и по мне, я умею купаться. Я 6 лет занимался плаванием, я не могу утонуть, а вот для других, то возможно, опасно. Тут маленькие дети каждый день купаются, с родителями, без родителей. Я не понимаю, как родители отпускают детей без родителей, маленьких еще. Именно здесь, да, разрешают, если на речке видится набито, нет. Здесь не очень глубоко, если рядом с берегом. И еще я это аргументирую тем, что я не буду заплывать на очередину и еще дальше. Смотря, как они прыгают, сальто прыгают, я беспокоюсь, как бы какой-нибудь жюбернок не травмировался. Да, и, ну, потом будет аналогичная проблема, как было зимой с горками. То есть родители потом начинают обращаться на администрацию в суд, потому что ребятишки получают травму. Вода стоячая, там и микробы, и грязь, и чего только нету. А потом будут жаловаться, ах, моя диточка заболела, ах, диточка болеет, вот закройте этот парк, закройте этот пруд. Ну, это ненормально. Когда видите вот такое действие, не пробовали сами как-то воздействовать? Бесполезно. Пробовала, меня послали. Я не пошла. Пруд открыли только в этом году, и, возможно, не все ознакомились с правилами парка, предполагает директор Владислав Бакаев. Однако штрафовать нарушителей никто, кроме сотрудников полиции, не может. Буду благодарен и общественному резонансу, и вмешательству правоохранительных органов, для того, чтобы все-таки пресечь эту ситуацию, потому что не очень бы хотелось, чтобы случилась беда. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова